Консультации с руководством прошедших в Кнессет партии движения президента Израиля Реувин Ривлин начнет в воскресенье. Но он уже приветствовал призыв премьер-министра и главы партии Ликуд Бенемина Нетаньяху к лидеру блока Кахоль Лаван Бенниганцу о создании правительства широкого единства. На церемонии в память о бывшем израильском премьер-министре и президенте Шимоне Пересе Нетаньяху напомнил о том периоде в истории страны, когда два соперничавших политика занимали пост главы Кабмина по очереди. Когда после выборов в Кнессет ни у кого не было четкой победы, Шимон предпочел национальное единство. Он и Исхак Шамир согласились сотрудничать, чтобы привести Израиль к безопасным берегам. На этих выборах тоже не было четкой победы. И я призываю вас, Бенни, давайте работать вместе, чтобы вновь вести государство Израиль к безопасным берегам. Бенни Ганс официального ответа на предложение Нетаньяху пока не дал, но на пресс-конференции в Тель-Авиве дал понять, что правительство он думает возглавить сам. «Я хочу и намерен создать широкое либеральное правительство единства под своим руководством. Правительство, которое будет выражать волю народа и сдержит свои обещания», – сказал Ганс. Но его партнер по блоку Моше Ялон высказался более определенно, заявив, что Кахоль-Лаван не войдет в состав коалиции во главе с Нетаньяху, с которым, по его мнению, пора поблагодарив попрощаться. В своем твиттере Нетаньяху выразил разочарование, отметив, что его предложение остается в силе. По итогам выборов Кахоль-Лаван получил в Кнесете на два мандата больше, чем Ликут.